Творить добро, дарить тепло, вот наш простой удел. На первый городской слет собрались самые активные отряды тимуровцев со всех районов Самары. Легендарный Тимур из советского фильма для этих мальчишек и девчонок настоящий герой. Мне понравился в этом мальчике жесткий характер, потому что не каждый может поставить себе цель, помогать другим и защищать тех, кто нуждается в помощи. Фильм «Тимур и его команда» снимали в 1940 году в окрестностях Куйбышева, на том самом месте, где сейчас находится 154-я школа. Поэтому первые современные тимуровцы появились именно здесь. Поколения новые, принципы движения прежние – помогать всем, кому нужна поддержка. Самое интересное – тимуровская разведка. То есть дети должны найти, для них это очень важно, найти объект помощи, кому они хотят помогать. И тут, понимаете, помощи это может быть оказано. И детям дошкольного возраста, и старшему поколению. Самое главное в тимуровском движении – это действительно воспитание человека. Это воспитание добра, воспитание милосердия, воспитание уважения к старшим. Все эти самые лучшие качества, они как раз и проявляются, и будут проявляться в тимуровском движении. В самарских школах уже создано порядка 100 тимуровских отрядов. В основном это ученики средних и младших классов. Чтобы современные школьники могли воочию увидеть, чем жили тимуровцы раньше, в 154-й школе открыли музей. Все экспонаты собраны учениками и преподавателями. Некоторые даже сделаны своими руками. В школьном музее есть даже импровизированный чердак. Точно на таком же собирался Тимур и его команда. Здесь есть все необходимые атрибуты. Флаг, барабан, сам Тимур. Есть даже штурвал, которым можно подавать звуковой сигнал другим тимуровцам. Сейчас в музее почти сотни экспонатов. Фотографии, книги, пионерская форма. Хранители музея обещают, экспозиция будет расти вместе с тимуровским движением. Лариса Шлафат, Станислав Левин. События.